Ну ладно, ладно, ребята, ну подождите, сколько у тебя есть? Покажи, покажи, покажи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, полная кладка. К радости орнитолога Владимира Храброго холодное лето 2017-го никак не повлияло на демографические планы водоплавающих. Может только на характер самих птиц. У этой бары лысух на подходе второй выводок малышей. Старшие птенцы держатся поблизости, всем своим видом провоцируя прохожих на напрасную жалость. По слеткам сейчас, ну в день где-то 5-6 звонков идет и все по слеткам. Очень большая просьба их просто не брать. Если уж на дороге, как говорят, там на асфальте сидит, ну возьмите, отнесите в сторону на траву. Чтобы понять, кто действительно нуждается в помощи, а кто, отрастив крылья, просто еще не обзавелся рулем, и потому в полете кажется неуклюжим, необходимы хотя бы минимальные знания о биологии птиц. Например, ни при каких условиях на земле не может находиться совенок. Да, это уже в беде. На землю он не будет опускаться. Если он на земле, это уже что-то случилось неординарное. Можно взять и посадить на дерево. И это будет самое правильное решение. Потому что все остальное влечет за собой очень большую ответственность. Ушастые совы в московском районе Петербурга живут уже 12 лет. Причем именно здесь размножаются зимой. Первая партия птенцов влупляется под Новый год. И на праздничном столе у них крысы. Много крыс. А эти малыши из летней партии. И они все еще покрыты пухом. Летать не умеют совсем. Карабкаются по веткам. Причины, по которым птенцы уходят из гнезда раньше времени, различны. Совятам, например, просто стало скучно и тесно. Воронята в центральных районах покидают родительский дом по причине нездорового пристрастия к фастфуду. Еде из мусорных баков. Можно предположить, что некачественное питание заставляет этих птенцов, или родители не могут вовремя найти и не принести нужную пищу, потому что бачки закрывают, понимаете. Вот заставляют птенцов голодных немножко раньше покидать гнездо. И вот такие птенцы чаще всего и оказываются на земле. Любую попытку спасти такого малыша жестко пресечет его же мама. Чтобы не ошибиться и не пройти мимо нуждающегося помощи птенца, биологи рекомендуют для начала понаблюдать за ним со стороны. Если рядом взрослые, можно ни о чем не беспокоиться. В крайнем случае пересадить с проезжей части на ближайшее дерево. Информацию о том, что родители не примут птенца, от которого пахнет человеком, специалисты теперь опровергают. Городские пернаты практически смирились с тем, что где-то под ними живут нелетающие двуногие. Юлия Васильева, Александр Лучкин, Вести, Петербург.